Приветствую вас, Настя, и, ну, пожалуй, вот первое, с чего я хотел бы начать, это с того, а вопрос, вопрос у вас какой? Ну, вы описали свою ситуацию, да, описали вы свою проблему, описали вы свои симптомы, хорошо, описали. А вопрос-то какой? От психологов вы чего хотите? Знаете, это вот первое, если вам нужно, формирование запроса своего собственного, именно психолога. Далее, значит, вы говорите, что, значит, 4 года я болею депрессией, то есть в 19 лет вы заболели депрессией. Диагноз вам был поставлен, я так понимаю, раз вы были в психиатрических клиниках, значит, диагноз у вас есть. Хорошо. Значит, первое время, как вы говорили, вы были в клиниках, вас лечили, как я понимаю, медикаментозно. Медикаментозно вас лечили, это хорошо, но не единственное, к сожалению, что должны были делать с вами, потому что одного медикаментозного лечения при депрессии нет. Точнее, я вам даже скажу больше, знаете, медикаментозное лечение не является лечением, как таковым даже. Медикаментозное воздействие, именно так его стоит называть, медикаментозное воздействие, помогает человеку только лишь получить возможность понять себя и возможность работать с терапевтом, с психотерапевтом, и тем самым понять причины своей депрессии, понять причины своего депрессивного состояния. То, что описываете вы, очень похоже на то, что вы просто лечились препаратами, просто вот нашли себе лекарства, которые более-менее позволяют вам жить, но и все. А как быть с причинами депрессии? Как быть с теми глубинными негативными установками, которые у вас есть? Которые, собственно, и породили депрессию. Как быть с вашими взглядами, с вашими эмоциями, с вашими переживаниями и так далее, и так далее, и так далее. Эту работу вы проводили именно с учетом принятия лекарств? Непонятно. Какое лечение психотерапевтическое вам назначена психотерапия? Проходили ли вы групповую терапию, индивидуальную терапию, прорабатывали ли вы свои вот эти вот глубинные негативные установки и так далее? Не очень понятно, делали ли вы все это или нет. Но, тем не менее, если нет, то срочно нужно это делать. Лекарствами, одними, вы себе не поможете. Лекарства вам не помогут справиться с депрессией. Лекарства облегчают состояние, но не помогают справиться с ним полностью. Это не та болезнь, которую можно увеличить, как физическую болезнь, в воздействии с лекарствами, к сожалению. Далее. Болезнь отражает на моем физическом состоянии. Я не могу полноценно ждать работы, тушиться. Моим спутником стала постоянная усталость, медлительность и сильный тремор в руках. Так. Ну, значит, постоянная усталость, медлительность и сильный тремор... Постоянная усталость и медлительность это может быть как следствие побочных результатов лекарств, побочного эффекта лекарств. Так и изменение в вашем физиологическом состоянии. Так и средствием того психологического состояния, которое вы сейчас испытываете. Но опять же, с этим нужно разбираться. Вот вы говорите, я не могу полноценно жить, работать и учиться. А не полноценно. А что для вас является полноценно жить и работать? Знаю, вы ответили на этот вопрос, сказали, что вы смотрите на других людей, снимают друзья, уже вышли замуж, все подсозрали семью, да, из границы и прочее. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы сравниваете себя с людьми. Вы сравниваете себя с людьми, с другими людьми. И именно в этом заключается ваша одна из самых больших ошибок. Не нужно сравнивать себя с другими людьми. Это не есть хорошо. Это неправильно. Это по сути дела перенос ответственности. И значит, вы думаете о других людях, вы забываете при этом о себе, вы обращаете внимание на других людей, вы ищете ответы в них, но при этом вы забываете о себе. Вы не сконцентрируете свое внимание на себе. Это принципиальный возник момент. Нельзя быть, нельзя концентрировать внимание на других людях. Нельзя. Только на себе. Только на себя. Чего хочу я, каков мой путь, какие у меня желания и так далее. Только так. Никак иначе. Это принципиально важный момент, о котором я хотел вам сказать. И тогда, если мы принимаем в расчет то, что вы живете своей жизнью, если мы принимаем в расчет то, что у вас есть свой путь, то тогда, соответственно, давайте подумаем, какие у вас цели. Вы сами говорите про цели. Какие у вас, значит, желания, какие у вас стремления, какие у вас средства для достижения этих целей. Представляете, что нужно об этом подумать. Это очень важно. Вы говорите о том, что я хочу, не хочу никому ничего доказывать и так далее. Сразу возникает к вам вопрос. А что, вы доказывали уже кому-то что-то? Нет, 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 зачем, для чего и так далее. Скорее всего, у вас идет сфотрация и одна из реакций на нее, это механизм принижения. Там обо всем и порядку. Я пробовал медикаментозно избавиться от тремора, но ни один из доступных мне препаратов так и не помог. В психоанализе бытует мнение, что любые такие проявления, ну вот как тремор и что-то вроде этого, являются нечемным, как симптомом вытесненного желания. То есть, вы через тремор выражаете свои потребности. То есть, в треморе сконцентрировано ваше желание, которое было вычислено. И, соответственно, конечно, лекарственные средства вам не помогут. Потому что это желание, это потребности, причем, не простые потребности, а вытесненные вами потребности. Вот, соответственно, о них и нужно разговаривать. Что было вытеснено? Искать, что было вытеснено? Когда и почему? Далее. Я чувствую себя никчемным, поскольку не могу жить, как нормальный человек. Здесь у вас определенно занятое самооценка, здесь у вас определенно идет социальный конфликт. Я полагаю, что именно на его основе вас и сформировалась депрессия. То есть, почему вы чувствуете себя никчемным? Почему вы и гласите, что не могу жить, как нормальный человек? А где норма? Кто эту норму устанавливает? Почему вы должны обязательно равняться на эту норму? На норму, которую вы сам себе установили? Ну, и так далее. И правда, заключается в том, что ваши родители вам должны были привести, привить чувство, что вы нормальный человек. Вот любой, вы любой, какой бы вы ни были, вы нормальный человек. Вам этого чувства родителей не привели, и, соответственно, у вас из-за этого возникает проблема. То есть, можно понять, нужно разобраться с этим, что для вас нормальный человек, кто устраивал норму, что для вас не пчемность, почему вы обязательно должны быть пчемным человеком, что вообще вы подразумеваете под пчемностью, считаете ли вы, что каждый из людей должен быть обязательно пчемным, и так далее. Все эти вопросы нужно странно разбирать. Когда я учился, я надеялась, что после получения диплома начну совсем другую жизнь, увидел мир со своими глазами. Поэтому, знаете, такое очень часто встречающееся заблуждение у людей, они думают, вот сейчас, вот я вот сейчас что-то сделаю, и тут же все, мир сразу изменится, как меня, и станет совсем другим. Причина такого мышления для меня, если честно, конечно, ясна. но для вас эта причина какова нас вот вы говорите, я думала, что когда получил диплом, начнутся совсем другую жизнь, увидел мир со своими глазами. А до этого вы мир какими глазами видели? А диплом что вам дает? Диплом делает вас другим человеком? Нет. Диплом делает вас тем же человеком. Диплом просто дает вам профессию, диплом дает вам право заниматься, в какой-то профессии, дает вам право зарабатывать деньги этой профессии, но не более того. В мире вы как видели, таким он и остался. И начать совсем другую жизнь, начинать совсем другую жизнь вам нужно было сразу, как только вы ее захотели начать. Опять же, что это за совсем другая жизнь, о которой вы говорите? Что она из себя представляет? Какие у нее ориентиры? С этим так же нужно забирать. Далее. Значит, сейчас как бы я не хотел, я не могу элементарно подработать, чтобы заработать денег. Из-за чего? Из-за чего вы не можете, не можете элементарно подработать. Вы можете печатать, значит, вы не можете писать статьи. Вы написали довольно большой текст. Ну, не очень, как на большом уровне написали. Значит, вы можете печатать. Если вы можете печатать, значит, вы можете заниматься копирайтингом. Вы можете заниматься рерайтингом. Вот вам уже элементарные средства подработки денег. Вопрос в том, хотите ли вы этим заниматься, или нет. Вот в чем вопрос. Кстати, заработать денег, чтобы что? Что для вас означает деньги? Что для вас? Они никакого значения не имеют для вас. Понимаете, если вы самые друзья, так, ну, про это я говорил, я как образ общества, как одинаковый, я живу с родителями, не могу элементарных вещей. Значит, опять же, что плохого в жизни с родителями? Почему вы занимаетесь элементарными вещами? Почему вы считаете, что с родителями живут только отбросы общества? Откуда все эти установки? Непонятно. Вы равняетесь на других? Это ошибочно. У каждого человека свой путь. У каждого человека это свое взгляд. Если у вас не ладится отношение, межотношение с родителями, а я понял, что они у вас не ладятся, потому что вы говорите, что они вас не понимают, это другой момент. Но непонимание можно разобрать. Увидеть причину. Можно понять, почему человек ведет себя именно так. Постараться увидеть причину, и тем самым изменить его восприятие. Когда мы видим поведение человека, но не понимаем причины поведения. Причина поведения этого человека, то соответственно у нас одно восприятие. Когда мы определяем причину поведения, у нас другое восприятие. Вполне вероятность, что вы попали именно в эту ловушку. Опять, из этой ловушки есть выход. Разбор поведений окружающих вас людей и понятие их намерений. Не такими, какие они видят с вам, а такими, какие они есть в действительности. Для этого, кстати говоря, и Нодин психолог. Да, я не могу никому ничего доказывать. Я просто хочу здесь полноценно. Опять, это ваше слово полноценное. Кто установил край полноценного? Где норма полноценности нас? Есть какие-то общественные нормы, да, но люди твитратные. И человек неизмеримо многообразный, чем все общественные нормы. Так почему вы настолько не уверены в себе, что считаете, что если вы не соответствуете нормам, то вы уже живете неполна цена? Подумайте, пожалуйста, об этом. Достигать подставленных целей и получать от жизни радость. Так, значит, во-первых, я не хочу никому ничего доказывать, об этом я уже говорил. А что, вы доказывали кому-то уже что-то? Если доказывали, то зачем? Если доказывали, то что? Почему решили перестать? Далее, если у вас есть поставленные, если вы хотите достигать поставленных целей, давайте определим, что это за цели и что вы можете реально сделать уже сейчас. Как и с заработком, я полагаю, что вы немного утрируете и сгущаете прекраски, говоря о том, что вы не можете добиться своих поставленных целей. поставленных целей. Можете, просто вы не можете добиться их определенным путем. Это возможно. Но другой это будет открыт. Вопрос в том, устраиваемся ли он вас. Это уже другой вопрос. вопрос. И нет такого слова для взрослого человека, как «не могу». Есть слово «не хочу» и «надо». Так вот, если «надо», вы берете и делаете. Вы используете те малейшие возможности, которые есть у вас. И есть такое слово, как «не хочу». и вы, скорее всего, по-другому идти к своим целям не хотите. Это уже другой момент. А это момент, который может свидетельствовать о том, что вас, в некоторой степени, ваше положение не устраивает. И вам оно что-то дает. Тогда нужно признаться себе в этом. Признаться в том, что это положение вас чем-то устраивает. И вы не хотите из него уходить. При всех его негативных нюансах. Далее. Получать от жизни радость. А что мешает вам получать радость от того, что вы просто живете? У кого-то нет дома, у кого-то нет родителей, кто-то живет в приюте. И по сравнению с вами у него очень плохая а у вас по сравнению это не очень хорошее. Так почему вы не можете получать радость просто от того, что вы живете? Непонятно. Человек не может получать от жизни радость, если он не получает ее все время. Это то, что вам также помнят. Далее. Далее. Чет моя жизнь совсем не приносит мне радость. А что для вас вообще радость? Какая у вас идея радости? Подумайте об этом. Радость это не что-то такое абстрактное, самостоятельное. Радость это то, что весь человек делает себе сам. И чтобы радость была, она будет всегда в любом положении. Нужно изменить отношения. У вас отношение к радости неправильно. У вас это довольно так получается, что вы должны что-то сделать, что-то, что вам продиктовано общественными нормами, и тогда может быть вы получите радость, а может быть и нет. А радость либо есть, либо нет. Она либо есть всегда, либо нет никогда. Далее. я не хочу вот так жить, вот так это как. Я устал от себя, устали от чего. Далее, значит, от болезни и от того, что с родными меня не понимают. Так, ну, то, что касается родных, я вам уже сказал, с родными надо разбираться, если вы говорили, что то ли от болезни, то, как я уже говорил, болезни тоже не нужно работать. И если вы проходили лечение в клинике, то, соответственно, я не думаю, что там вас оставили без рекомендации, что вам делать, депрессия физическая и, наверное, довольно успешно. Разве на этом будут усилия и время. Далее, значит, ну, тут вы пишите то, что потеряли надежды, значит, я наделась, что все изменится, что я что-то смогу, но ничего не меняется, там проблемка отград, здоровье, все больше и больше. А вы делали что-то, чтобы менялось, чтобы все изменилось? Вы делали что-то для этого? Вот вы себя... Откуда надежда? Надежда, чем-то должна быть подкреплена мастер. Вы делали что-то для того, чтобы у вас вот ваша надежда воплотилась в жизнь, чтобы она подтвердилась или нет? Или вы просто надеялись, что все как-то наладится само собой? А если вы делали, то что? Если вы делали, то правильно ли вы это делали? Вот, знаете, все вопросы, вам нужно постараться найти ответ. Вот. Ну и в принципе на этом, я думаю, можно закончить, потому что далее у вас просто идет жалость к себе. Жалеть себя это очень деструктивно, ничего хорошего не принесет. Если вы хотите быть полноценным человеком, вот точно полноценным человеком, то очень сложно жалеть себя, стоит перестать. Вот что угодно может человек не делать, но только не полноценный человек в себе жилье. Если вы хотите быть полноценным человеком, то жилье себя стоит прекращать. Жалоб на жалость к себе вы далеко не увидите. И если вы хотите свои деньги изменить, начать нужно именно с того, о чем я вам говорил. Проработки всех этих вопросов лучше всего с психологом, лучше всего по рекомендации психотерапевта вашего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.